Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного! Номер 1022. События дня. Евангелие от Луки, 18, 8. Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле за 3 октября 2018 года? И далее объявление. Умерла сестра тут у нас, осталось четверо детей. Показано, как отпевают ее, хоронят. И сказали, вы сделайте объявление, чтобы кто пожелает помочь детям, а муж глухонемой. Дмитрий пишет. Мир вам, Игнатий Тихонович. Столкнулся опять на так называемое вас обличение. Мне очень хотелось бы, чтобы вы не переживали. Я просто сам горячий по своему темпераменту, поэтому как-то все равно беспокоюсь за вас, так как ваши проповеди меня родили, и я вам обязан. А до этого я жил блудной московской жизнью, однако теперь это далеко в прошлом. Я покаялся и проклял свою ту плотскую жизнь. Вы мой духовный отец. И вы, я просто не понимаю как, привили и мне любовь к Писанию. Это моя самая теперь любимая книга. Вот такие слова прихожане. Пусть покажет, где еще, какому священнику говорили, я-то не священник, что привили любовь к Святой Библии. Просто найдете где-то и покажите. Вот такие слова. Именно вы дали однозначно понять, что чище и святее православие ничего Бог не оставил. И что самое важное, истинная церковь – это и есть православное учение. И мне теперь легче на душе, что кроме Христа мне никто не нужен. Раньше орвал и металл в поисках денег, славы и наживы, но теперь все как будто в другой жизни. В общем, я не могу словами передать, как я вам признателен. Каждый раз хочу написать все, разложить, но не получается. И вот даже сейчас все как-то скомканно выходит. Более того, даже атеисты, смотря ваши ролики, не остаются равнодушными. Причем я говорю про атеистов с очень богатым жизненным опытом. И многое чего повидали в жизни. И которые только по внешнему виду дают характеристику человеку. Уже только за то, что вы годами проповедовали в институтах и содержали детский лагерь десятилетиями, они поражались. А когда узнавали, что из-за бесплатно, просто не верили своим глазам в самом хорошем смысле этого слова. И сразу же заключали, что за этим человеком стоят большие и очень серьезные дела. Именно дела, а не болтовня. Поэтому я хочу пожелать вам мира в душе. Игнатий Тихонович. И чтобы никто его не мог поколебать, это очень важно. Да благословит вас Господь. Отвечая, нынешние угрозы, поношения, оболгания, все это в вечности будет выглядеть по-иному. А они, гонители, вот эти ДС, собираются там, сплетают венцы победившим сей мир. У них-то, как видят и они сами, ничего нет за плечами. От черной зависти гиена не может превратиться в овцу. Может быть, сотня разных роликов и хуленей уже вышли, как бы против меня, но когда я прослушаю их, они же не про меня это говорят, а про кого-то другого. Из этих поношений абсолютно верно делаю вывод, что я не такой, как они. А иначе бы они и не нападали на меня. А быть таким, как они, так лучше бы и не родиться. Если бы все мои хуленители собрались вместе и поставили себе задачу повторить то, что сделал Господь через мою немощь, то уже на другой день они бы поняли, что этого нельзя и просто невозможно им сделать, потому что у них нет любви ни к себе, ни к Богу, ни к Святой Библии, ни к канонам церкви, и ни к кому. Дмитрий Игнатий Тихонович, я просто не понимаю, зачем они это делают. Вас бы на телевизии и лучше приглашали бы на всякие рады, Ниши, Союз, ТВ, где вы проповедовали бы и несли благую весь, отвечали на вопросы. Столько людей сейчас нуждаются в этом, а они наоборот всячески стараются закрыть ворота в Царстве Небесное. Ни под каким предлогом не желают услышать Слово Божие? Для меня вывод один. Это совершенно неверующие люди. Хуже советских атеистов. Люди с осожженной совестью, сломанные морально. Но Бог все видит же, абсолютно все, и Его суд будет страшен для всех. Правильно Давид с Соломоном говорили, что начало премудрости страх Божий, а разум – исполнение закона. Я только теперь это всем своим духом стал понимать. Без страха перед Владыкой всего мира не будет ни любви, ни веры с надеждой. Вы не один. С вами Бог, Иисус Христос. И мы тоже с вами, поэтому держитесь. Сергей парализован, а о вас постоянно только в положительном ключе отзывается. Так радуется, что когда-то наткнулся на вас в интернете. И когда он это рассказывает, у меня бальзам на сердце, так как я начинаю в нем видеть и себя. Сердечно обнимая и кланяясь в ноги. Скажет, вы сами это придумываете, пишите. Но я не пишу фамилии, потому что нападают недруги, они беснуются, кусаются, и начинают лгать, обливать. Ну, чтобы не говорили это так-то, могу один раз назвать Лемеш, фамилия его, Лемеш. Выйдите на него, скажите, это ты так писал или нет, или, Игнатий, сам написал. Сергей Игнатов, «Спаси Христос, благодарю за фильм «Огнеупорный», в котором затрагиваются вопросы психологии семейных отношений. Этот фильм я тоже рекомендовал моему сыну, Рустику, и невестке Екатерине в городе Магнитогорске 8 октября 18-го года. Намереваемся, если Бог даст, и живы будем крестить младенца Егора троекратным погружением в кафедральном соборе. Отец Игнатий, прошу твоих молитв о беспрепятственном принятии младенца этого таинства церкви 3-го декабря. 3-го декабря, там 8-я ошибочка видно вышла. Ну, вот так. Что вчера день утром пошел. Володя приехал ровно, как и говорил, не изменил. Через 2 недели после отпуска вернулся. Я у него там забрал все, что наснимал. Потом будет поставлено. Где они были, проповедовали, встречались. Ну, и занялись своими делами. Он поправили ворота у гаража, они наклонились так. Одному никак нельзя. Потом он пошел везде крыши ремонтировать. Ну, а тут Андрей Устинов едет в город Соси что-то покупать. И мы приспособились там. Тоже снимали от Надежды Васильевны все забрали туда увезти в Барнаул. Ну, и мы здесь на огородчике еще убрали немножко свекла была, бобы, капуста там еще такого хорошего не было как будто. Но все равно надо убирать. Вот убирали, так день прошел в подвал Матушкина. Надежда Васильевна там на семена картошка, морковка отвезли, на тележке все вручную. И целый день прокопались вот так. И думаешь, как бы еще не забыть то уже еще четвертое, десятое выезжать меньше недели. Так день прошел, такие события. Батюшка звонил из стула отца Иоанна Суворова отдыхает или что, не знаю. Матушка сидела и как раз разговор вела. Ну и наши ресурсы посмотреть. Вот я люблю мой мир, как он выглядит. Там есть я с голубем, там не надо, там это просто дубль. Второй это наш православный форум 1600 тем. ну и вот наш видеоканал православный открытым оком во свете Библии. Вот это у меня еще под замками стоит, все уже закачено. Дальше. Ну и сегодня что-то выставил, события дня. уже 16 человек посмотрело. Вот. Занятие здесь МИА 30-го Игорь ведет. В дворе наползнуло 102 Василий Уголь забрасывает. Тут проповедь моя. Вот так. Еще тут что-то было сегодня. Сейчас я посмотрю. Ага. Вот оно какое. о молитве беседы с Сергеем Игнатовым. Из богослужения что-то не найду. Такой тут был материал поставили. Почему не найду? Потеряевка осенью. А, вот где. Нет, это не то. Именно замок снятый. Что мы на кладбище идет этот богослужебная молитва. Молитва об отшедших. Нету? А как так? Почему нету? Не нашел. Зажина два раза посмотрел и не нашел. Но сейчас и вернусь. Постараюсь поставить. Ну, все на этом сегодня. не нашел. сегодня. Пока.